салам алейкум арахматуллах всем всем привет сегодня речь пойдет о программаторе юпа usb вообще для начала не советую покупать прям специально вот потому что все таки сейчас есть более мощные вещи я его лично брал для того чтобы проверить как у нас в турции работает aliexpress это был мой первый заказ ну так как он у меня уже есть я решил все-таки использовать его по максимуму поэтому нашел для него скрипты рабочие вот установил их и покажу вам как это делается правильно то есть когда вы качаете скрипты где-то у меня на сайте не у меня на сайте без разницы их нужно поместить в определенную папку папка это там где у вас находится сама программа вот туда где вы установили вот прямо в эту папку копируете папку девайс скрипт здесь у меня несколько папок я их специально закомментировал чтобы они не мешались друг другу то есть вот рабочие подписал тут с черточкой если сейчас здесь поставлю какой-то там черточку там или что то то эти скрипты работать не будут обязательно папка должна называться именно так теперь поместив сюда эту папку запускаем программу и происходит вот такая вот вещь то есть загружаются скрипты это происходит каждый раз при запуске программы так что не удивляйтесь если вы думаете что они сейчас один раз загрузится а потом все то нет это происходит каждый раз скрипты которые я выложил на сайте у нас почищены от дублей от не рабочих скриптов то есть это максимально рабочая версия как вы видели у меня три версии этих скриптов вот это вот максимально из них рабочие ссылочка в описании сможете скачать то есть тут видите при загрузке написано сэйч фул сэйч фул то есть успешно 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 все иногда бывает дубли там то есть он говорит да у вас же уже загружен этот скрипт зачем я во второй раз грузить но это редкость уже в этой версии в той версии прям сплошь и рядом было здесь нажимаете закрыть открывается программа сейчас покажу как и пользоваться потому что сам не сразу понял вот то есть тут вообще ну как бы пустое окно и типа чего делать здесь нажимаете новая страница все появляется пустое окно и справа справа у нас появляются вот эти как раз скрипты которыми можно пользоваться здесь у нас работа с аэрбэгами иммобилайзерами кодами радио магнитол одометры и чтение пинов бса и и так далее так далее так далее вот сейчас я автомобиля у меня сейчас подходящего нет чтобы показать наглядно но скачал в интернете блок этот самый дамп дамп блока evs от бмв сейчас я вам покажу как с ним работать вот выбираем бмв evs 3 открывается окошко здесь мы можем прочитать записать evs но так как у нас программатор даже не подключен usb порт мы подгрузим файл вот evs 3 файл подгрузился в программу но я его типа еще раз как прочитаю вот здесь отображаются данные содержащиеся в данном блоке то есть их можно корректировать менять использовать ключи номера ключей транспондеров так далее так далее так далее все такое то есть когда вы данную информацию прочитали все то есть мало ли там что то вам надо поменять прописать перепрописать просто пин узнать если вы что-то здесь поменяете вы нажимаете в write evs запрограммировать но опять же программатор у меня не подключен поэтому нет просто сохраняем файл как бы да можно его записывать другим программатором или этим же программатором то есть без разницы она будет работать теперь просто закрываем окошко и опять у нас пустое пустое меню ладно если нам нужен другой скрипт мы сделаем вот здесь папку вверх 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 допустим допустим нам чего надо допустим что там все трое не у нас есть аэрбэги меню не не интуитивно понятно честно говоря надо копаться в нем вот что такое антенна например непонятно и так далее что такое пин а ну вот здесь можно считать допустим пин блока bsi то есть видите открывается read pin сейчас он ошибку покажут у нас дамп не загружен надо подгрузить вот то есть тем не менее для примера такое то есть программка рабочая скрипты рабочие вот но здесь копаетесь по папкам ищите где что есть и так далее смотрите возможности они не всегда очевидны тут где-то в либо по названию автомобиля либо по названию еще чего то то есть возможности огромное количество скриптов там что-то 1000 с чем-то поэтому вот здесь вот ищите что вы хотите сделать вот сама программа рабочая скрипты рабочие пользуйтесь это была краткая инструкция по программатору и упа юсб китайский вариант копия с алиэкспресс важно заметить не оригинал ссылочка в описании всем ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху всем счастливо